Видео-вопрос от нашего зрителя Роберт Грислис из Риги. Индийские йоги утверждают, что активизировать головной мозг можно с помощью особой энергии кундалиника. Я хочу сказать, что в этой речи некоторые слова мне не ясны. А мы от объема талии переходим к объему мозга. Ольга Сварник. Начальник лаборатории системной нейрофизиологии и нейрокогнитивных интерфейсов НБИК-центра РНЦ Курчатовский институт. Научный сотрудник лаборатории системной психофизиологии имени Швыркова Института психологии РАН. Кандидат психологических наук. Здравствуйте, Ольга. А сейчас видео-вопрос от нашего зрителя Роберт Грислис из Риги. Включите, пожалуйста, видео-вопрос. Здравствуйте, я Роберт Грислис из города Рига, Латвийской Республики. Приветствую всех борцов с мифами. И у меня вопрос к Ольге Сварник. Индийские йоги утверждают, что активизировать головной мозг можно с помощью особой энергии кундалини, которая обитает в спинном мозге, точнее в центральном канале, по латыни это канал из централис, который соединяется с таламусом, с перешейкой между двумя полушариями головного мозга. Возможно ли такое, чтобы спинной мозг мог активизировать головной мозг? Проводились ли исследования йогов в состоянии глубокого самадхи? Скрывают ли ученые такие исследования? Или это кундалини-йоги скрываются от ученых? Ну, я хочу сказать, что в этой речи некоторые слова мне неясны, поэтому, наверное, подробно ответить на этот вопрос я не смогу. При этом у меня возникает ощущение, что это очень похоже на передачу «Что, где, когда?». Сейчас на этот вопрос ответит капитан команды, и вот прям стойкие ощущения, это я. Есть исследования йогов, есть исследования с медитацией, есть исследования различных практик. Это становится сейчас невероятно популярным. К сожалению, не так много каких-то результатов, о которых стоило бы сейчас, может быть, сказать. Отдельно есть исследования того, насколько всякие практики такого рода способствуют каким-то общим улучшениям в организме. В том же самом PubMed есть достаточно большое количество статей, которые показывают, что действительно такие сдвиги наблюдаются. Наверное, это очень хорошо. Вообще для мозга любая новизна, любая возможность как-то расширять существующие нейронные группы, она всегда очень приветствуется, и всегда это очень хорошо для мозга. При регистрации оказывается, например, что преобладает высокочастотные разряды на электроэнцефалограмме. Например, там гамма-частота от 30 до 80, но при этом, понимаете, какой высокий смысл за этим стоит биологически, очень трудно объяснить. И известно только, что такие высокочастотные компоненты, они характерны для высокоинтеллектуальной деятельности. Вот, пожалуй, это то, что на данный момент более-менее из литературы прочитывается. И исследованиями, например, монахов сейчас занимается Александр Яковлевич Каплан, руководитель лаборатории в МГУ на биофаке. А может быть, будет что-то очень интересное. Это очень интересные исследователи. Я думаю, что мы увидим какие-то интересные результаты здесь. И отдельно еще хотела сказать очень коротко по поводу того, что может ли спиной мозг повлиять на головной. Вы знаете, мне кажется, что наш организм — это, в принципе, не собрание каких-то приборчиков, которые обмениваются влиянием. Если мы будем представлять себе организм как совокупность отдельных клеток, как колонии одноклеточных, в том числе среди них нейроны, которые выделяются тем, что за счет своих отростков могут координировать самые разные клетки, то в этом случае мы, конечно, можем говорить о том, что между ними наблюдаются взаимные влияния. Мне кажется, точно так же, как и в любом другом месте нашего организма. Спасибо. Спасибо. Про энцефалографию мозга я не знал. Мы даже научились отличать высокую интеллектуальную деятельность от низкой. Прошу прощения, что применил неизвестные термины. Я старался их не применять, но кундалини, самадхи виноват. Самадхи — это глубокое состояние медитации. Я подробно это разобрал в ролике, я оставлю его ссылку в конце о разнице между самадхи и медитацией, вообще что такое медитация. А также я поставлю ссылку на полную лекцию Ольги Сварник. Она будет где-то через недельку. И будет на канале anthropogenes.ru, где она расскажет о... Я выбрала несколько общеизвестных мифов. Миф номер один — мозг состоит из серого вещества. Миф номер два — люди используют только 10% своего мозга. Миф номер три — человек в своих действиях управляется не интеллектом, сознанием, а какими-то инстинктами, например, размножение, доминирование, самосохранение. Миф номер три — мужской интеллект превосходит женский. И, наконец, миф номер пять — способности человека, в том числе интеллектуальные, предопределены с рождения строением его мозга.